Всем привет, с вами Штейн, это новости мира онлайн-цвитков, а предновогодний праздничный марафон продолжается большим ивентом неустрашимых. Нас ждут крутые награды в групповых подземельях, продолжение сбора дома Плато Гибельного Пепла, а также возвращение светящегося опалового оружия с пополнением коллекции и дорогущими опаловыми масками боссов. Светиться будут все. Ну а перед тем как начать, я хочу показать вам одну очень занятную вещь. Издательство Бомбора прислало мне официальный сборник рецептов вселенной The Elder Scrolls. Признаюсь, сначала я был настроен немного скептически, но оказалось, что это атмосферная бомба. 200 страниц шикарной полиграфии и 60 уже родных для нас блюд. Норды, ящеры, каджиты и даже даэдра, все возможные расы смешались в этом кулинарном водовороте, объединенной главной темой жизни вкусно поесть. Легендарный сладкий рулет, эль-свеерское фондю, орехи в меду. Тут есть все, чтобы подлечить бедное, давным-давно простреленное колено. Рецепты удобно поделены по видам и сложности, от жареного лука порея до клубничных пирогов шагората. Ингредиенты, кстати, более чем добываемы. Ну а если этого мало, завершает книгу большой раздел крепких и не очень напитков. Мед Хонинга, черновересковый, родной нордский, для самых отчаянных даже скума и еще много интересного. В общем, на мой скромный взгляд, сборник вышел приятным и это действительно крутой подарок дорогому другу и заслуживающий место в любимой коллекции экспонат. Ссылка на официальный магазин в описании, а на этой аппетитной ноте ящер, уже подумывающий, как устроить съемки на кухне и предательски поглядывающий на имперский Глинтвейн, пожалуй, перейдет к новостям. Поехали! Итак, Праздник Неустрашимых стартует в следующий четверг, 18 ноября в 18.00 по московскому времени. Продлится стандартные неполные две недели и закончится 30 ноября в это же самое время. Вводный квест, как всегда, будет доступен в шопе, а для участия достаточно будет отправиться в любое групповое подземелье на 4 человека. Причем неважно как, через поиск группы, телепортом на карте или своим ходом, главное войти, пройти и отолеть последнего босса. С него, кроме обычного лута, упадет коробка неустрашимых, из которой можно будет достать карты разных видов, странички мотивов, разнообразные ценности и, самое приятное, ключики неустрашимых. Ну а бонусом с маленьким шансом можно будет получить одну из страничек стиля опалового вооружения. Тех самых пушек, светящихся всеми оттенками синего цвета. Первый же в день полученный ящик неустрашимых будет золотым и гарантированно будет содержать одну из частей того самого оружия. То есть, проходя любое подземелье на 4 человека, хоть нормал грибной грот, пролетающийся в одного, мы будем гарантированно получать одну страничку опала в день. Ну а дальше с последних боссов будут падать ящики попроще, с небольшим шансом на дроп светяшек. Сам ассортимент опалового вооружения вырос на один вид, новым стилем стал удушай. И кстати, оружка хоть и объединена общим синевато-радужным стилем, отдельные образцы смотрятся очень даже эффектно. А пощупать и повыбирать вы можете уже прямо сейчас в игре. Достаточно зайти в меню коллекций, стиле нарядов и ввести в поиски опал. Тут двойным щелчком можно примерить любой элемент на себе и посмотреть какой эффект нравится больше, ну чтобы выфармить или повыгоднее купить его на ивенте. В коллекциях доступно все, кроме удушая, включая опаловые маски. И да, раз уж речь зашла о них, во время ивента в некоторых ветеранских подземельях последнего босса с небольшим шансом можно будет выбить опаловый вариант стиля его шлема. Смотрится забавно, мягко сказать на любителя, но обычно стоит неадекватных денег, что может и скорее всего станет хорошим вариантом пофармить на ивенте золото. Опаловые наплечники же можно будет покупать у торгашей неустрашимых за овер дофига ключей. Ну что на ивенте вполне терпимо, ибо ключики будут активно падать с коробок. Ну и конечно же, с той самой первой в день коробки неустрашимых будет дропаться еще и два фестивальных билета. За них у импресарио можно будет купить фрагменты морфолита, три части дома плато гибельного пепла, а также привязанные странички всех возможных частей опалового вооружения масок и наплечников. Да, купленные у импресарио странички продать не получится, а вот да собрать себе коллекцию вполне себе. В общем же по ивенту нас ждет приятный и ненапряжный праздник. Обычному игроку достаточно пробежать рандом нормал и получить свою страничку стиля оружия, два билета и ворох ништяков сверху. Любители пофармить же смогут засесть в ветеранках, гоняясь за дорогими масками и фармя ключики на опаловые плечи. Но лишь бы только не помер поиск группы. Хотя это и не особо страшно, вход в данж напрямую с карты или ножками никто не отменял. Да, без бонуса за рандомность, зато со все теми же коробками. Ляпота. Ну а на этой радужно светящейся ноте у меня на сегодня, увы, все. Пишите, что думаете об опаловом шмоте, нравится ли вам оружие, сколько нафармили в прошлый раз на масках, помрет ли поиск группы. Еще пишите, что думаете о книге рецептов, мне действительно интересно. Ну а уже начал варить Глинтвейн, полируя второй рукой оборотня. Для вас, как всегда, Штейн. Огромное спасибо, что смотрели это видео. Орда стаминчиков, буквально орда уже на подходе. Ну и конечно, не болейте, не скучайте. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok